В пятницу в Иванове прошел городской конкурс робототехники робота-баттл. Ребята от 7 до 15 лет представили на суд жюри свои изобретения. Здесь от самых простых, неподвижных роботов до сложных конструкций, которые передвигаются по определенной траектории. Робот юного изобретателя Клима может ездить по заданному маршруту. В жизни эта идея может быть полезна для создания современного общественного транспорта. Что-то вроде трамваев, которые не нуждаются в человеке за рулем. А вообще Клим мечтает о создании более совершенного робота-помощника. Он был как помощник человек. Помогал ему готовить еду, убирать дома, мыть машину даже. Ксения единственная девочка, которая участвует в конкурсе робототехники. Скорее всего, ее изобретение прорыва в науке не сделает. Зато своему владельцу этот робот непременно подарит улыбку. Очень многие делают роботов промышленных, которые будут помогать в хозяйстве. Но я решила сделать робота, который будет служить только увеселительным целям. Поэтому у него такой дизайн и такие функции. Роботы для многих ребят не просто увлечение. Это еще и отличная почва для поступления в престижные вузы. Все участники конкурса – воспитанники Центра «Новация». Те, что постарше, не просто умеют делать удивительных роботов, но и могут научить этому остальных. У нас есть мальчик, который сегодня уже в жюри. Он Миша Вальков, который не один год участвует в подобного рода наших соревнованиях, соревнованиях России. Выигрывает их, когда мы ездили в гости в Сколково. Мы уверены, что он пойдет туда, дальше в техническую сферу, именно в роботов. Потому что ребенок этим горит, он прямо этим живет. Есть у конкурса в этом году и новая сложная номинация. Она называется «Робот онлайн». За три часа участникам нужно собрать робота и запрограммировать его таким образом, чтобы он выполнял шесть задач. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.